Приветствую, друзья! Я запускаю новую рубрику на своём канале, и называется она «Из жизни великих людей». И героем моей сегодняшней истории будет известный британский предприниматель, один из богатейших людей мира, Ричард Брэнсон. Не так давно я прочитала одну из его книг, которая называется «К чёрту всё, берись и делай», и очень вдохновилась его задором, мудростью и энергетикой. И мне бы хотелось поделиться частичкой этого вдохновения с вами. Я считаю, что примеры людей, которые добились огромного успеха в какой-либо сфере жизни, может быть для нас вдохновением, и что может помочь нам на нашем пути, чтобы раскрыть наш высший потенциал и прийти к реализации своей миссии. Итак, что самое интересное? Один из важнейших кредо в жизни Ричарда Брэнсона является «Берись и делай». Его сотрудники назвали «Мистер Йес», «Мистер, который говорит да». Он всегда любым новым идеям старается говорить в первую очередь «да». Старается брать от жизни всё. И если приходит какая-то идея, которая завлекает, он не говорит о том, что мне недостаточно опыта, знаний или образования, он просто берёт и начинает в моменте решать все возникающие вопросы или сложности, и постепенно-постепенно приходит к тому, чтобы достичь успеха. И даже если не достигает успеха, это является плацдармом для того, чтобы из этого вынести урок и перейти к другому, но уже с этой мудростью и новым опытом. Также интересно то, что в детстве Ричард Брэнсон, он страдал дислексией, и многие учителя считали его идиотом и умственно отсталым. В него верила зато его мать, и в первую очередь, что самое главное, он сам. Одно из вещей, о котором он говорит, что важно — уметь находить свои сильные стороны и опираться на них, и только потом уже развивать свои слабые стороны. И играть лучшими картами, которые тебе раздали. Что он и делал в свои начальные школьные годы, когда у него была дислексия, и он плохо читал, и получал плохие оценки, но зато он очень быстро бегал, и он решил использовать эту свою сильную сторону и выигрывать в различных состязаниях, соревнованиях, за счёт чего учителя его начали ставить хорошие оценки, потому что он стал гордостью школы. Но в какой-то момент он сломал ногу и уже не смог бегать в какой-то период времени, но тогда он решил проявить упорство и развивать уже свою слабую сторону, и начал развивать свою память, и начал больше конспектировать и записывать. Что сыграло большую роль в его дальнейшей жизни и бизнесе? Это память и способность всё время всё записывать. Она помогла ему в дальнейшем, и он часто об этом тоже говорит. Также чем вдохновила меня биография? Тем, что он всё время совершал, шёл в новое и не боялся пробовать. И это один из его советов людям, которые хотят начать что-то. Не говорить о том, что я не могу, чтобы нельзя и нас не останавливало, чтобы просто пробовать совершать-совершать. Нет предпринимателя, который бы не совершал ошибок. Конечно, у него тоже были свои ошибки, где-то были провалы, и которые он потом просто из них устекал для себя в дальнейшие уроки. Самое ещё интересное, что несмотря на то, что у него была диссексия, в 16 лет ему пришла идея организовать свой собственный журнал. Как он пишет, что в те годы те журналы молодёжные, которые издавались, они были неинтересные, скучные, или в них не было такого задора, и ему захотелось самому начать печатать свою газету. И не говоря о том, что я не умею печатать, я ничего не знаю, он просто решил организовать вместе со своим другом. Они начали печатать такую газету, которую потом читали вся молодёжь Великобритании, Лондона. И более того, в его газете печатались очень известные люди, такие как Джон Леннон, что говорит также об успехе его компании. Далее, что он говорит, следующая вещь, то, что он никогда не ставил заработок своей самой высокой целью в открытии любого из своих бизнесов. Самое главное, что он ставил, это именно задор и радость. И он совет, который даёт предпринимателям, что начинайте именно с этой вот искры, с этой страсти, и деньги обязательно придут. Как он сам тоже говорит, что если ты сам влюблён в свой продукт, если ты им горишь, то ты можешь заставить у других людей влюбиться в него, потому что когда мы сами горим, мы можем зажечь пламя в других людях. Также, что он говорит, что часто вот он брался за идею и начинал достигать. Один из примеров — это то, как у него возникла его авиакомпания, когда они с девушкой остались на островах и хотели отправиться в Пуэрто-Рико, но авиакомпания отменила рейс. И все пассажиры слонялись с места на место, не зная, что делать, и он решил взять инициативу, он узнал, как арендовать можно самолёт, разделил стоимость аренды на количество пассажиров и просто в моменте сделал табличку Virgin Airlines 309 долларов на человека. Пассажиры были довольны, что появился рейс, и он тем самым с нуля открыл компанию. Позже, конечно, компания уже выросла в бизнес-проект, и сейчас это одна из крупнейших и известных на рынке компаний Virgin Atlantic или Virgin Airlines, которая совершает перелёты более в 300 городов и стран мира. Один из важнейших также уроков, которым делится Ричард Брэнсон, заключается в том, чтобы, с одной стороны, стоять твёрдо на своих ногах и полностью полагаться на самого себя, но в то же время огромное значение играет построение социальных контактов, семья и друзья. Как он сам говорит, что я бы ничего этого не достиг, если бы у меня не было хороших друзей и не было бы поддержки семьи. И на протяжении всей этой книги мы видим очень много трогательных историй, там, где он строил связи, друзья, и то, как его семья поддерживала в его приключениях. Также он огромный авантюрист, и эта книга, она просто тебя захватывает этим духом авантюризма и доверием своей интенсии. Меня очень также впечатлил момент, когда он совершал путешествие на воздушном шаре вместе со своим другом, знакомым предпринимателем, и они облетали сначала Тихий океан, а потом чуть ли не полсвета перелетели на воздушном шаре. Но это был не обычный воздушный шар, а герметизированный, потому что они выходили чуть ли не за стратосферу на скорости больше 200 км в час, и иногда их воздушный шар потерпевал крушение, и им приходилось там как-то на воду приземляться и так далее. Но это было очень удивительно, и особенно, когда они приземлились в Канаде, и его родители, мама с папой, тоже следили за его приключениями, и решили его поддержать, и приехали в Канаду, встретив его там после того, как он так вот приземлился. Это было очень трогательно. Далее один из советов, которые он даёт молодёжям и начинающим предпринимателям, заключается в том, чтобы быть экологичными к окружающей среде. Сам он придерживается принципа Гайя-капитализма. То есть теория Гайя — это теория, которая была создана Лаблоком примерно 40-50 лет назад, и говорит о том, что наша Земля — это живой организм, который способен чувствовать, который обладает способностью регенерации, самовосстановления. Но есть точка невозврата. Если человек будет продолжать жить так же, то мы можем перейти точку невозврата, и когда возникнут катаклизмы на планете, и человечество может перестать прекратить своё существование. Поэтому он, являясь одним из крупнейших предпринимателей, если у него есть возможность делать более экологичными свои проекты, связанные с транспортом и так далее, он всегда старается уменьшать расходы на СО2 и так далее. Даже если это обходится, его бизнесу гораздо дороже. И меня это очень-очень сильно трогает и вдохновляет. Более того, Ричард Брэдсон, он является огромным филантропом, и как он говорит, например, что гораздо важнее, если твои деньги служат ещё во благо. Не просто самому разбогатеть и где-то спрятаться, убежать и так далее, но чтобы твои деньги служили миру, и чтобы мир после того, как ты пришёл на эту планету, стал чуточку лучше, чем он был до этого. Мне тоже очень отвлекается этот принцип того, чтобы оставить мир чуточку лучше, чем был до тебя. Также там описаны моменты, где он общался с такими людьми, как Нельсон Манделла, Далай Лама и другие влиятельные люди. И он очень восхищается Нельсоном Манделлой тем, что он огромный миротворец, и те акции, которые он делал на поддержку Африки, и те реформы, которые он создавал, и при этом, находясь больше 14 или 18 лет провёл в тюрьме, при этом он не позволил обидам взять верх над собой, и он понял, что если я позволю обидам тебя заманить, то я не смогу сделать ту миссию, ради которой я пришёл. И меня это очень сильно зацепило. Вообще рекомендую эту книгу прочитать всем тем, кто хочет раскрытие своего потенциала, и кому нужно какое-то вдохновение на пути и толика мудрости. Рекомендую эту книгу. И последнее, чем мне хотелось бы поделиться, это последняя глава книги, которая называется «Думай молодо». Сам Ричард Брэнсон в прошлом или позапрошлом году совершил путешествие в космос вместе со сотрудниками компании Virgin Galactic. Вообще, вот эта компания Virgin, которую он основал, она под своим брендом выпустила более 400 различных компаний, начиная от Virgin Records, то есть звукозаписывающей компании, до космического туризма и подводного туризма. Вот эта книга пропитана таким духом аванчеризма, такой вот бешеной верой в себя, желанием именно делать то, что тебе хочется, и упорного труда, дружбы. То есть это одна из таких книг, которые я всем сердцем рекомендовала бы и как духовному искателю, так и предпринимателю, и просто человеку, который хочет совершенствовать себя и достигать высочайших высот в своей сфере. На этом этот выпуск завершается. Благодарю за внимание. Пишите в комментариях, если было интересно. Ставьте лайки. И до новых встреч!